Новомосковское шоссе – одна из самых загруженных дорог региона. Трафик на въезде в Тулу составляет несколько сотен машин в час. Этот участок вошел в федеральную программу безопасной и качественной дороги. Его ремонтируют для снижения аварийности. На объект рабочие выходят по ночам, чтобы днем не создавать пробок. Данная дорога принесла очень много проблем автомобилистам, которые использовали ее в начале года. То есть она была подвержена очень большим разрушениям. Мы, естественно, принимали всевозможные меры к тому, чтобы исключить данное решение. Проводили здесь ямочный ремонт. Очень большая квадратура была проведена здесь ямочного ремонта, что-то порядка, наверное, 2000 квадратных метров. В этот раз латать ямы не будут. Асфальт на участке в 36 тысяч квадратных метров заменят полностью. Выравнивающий слой асфальтобетона уже готов. Осталось уложить верхний и укрепить обочины. Ремонт этого участка обойдется в 29 миллионов рублей. Половину средств направили из федерального бюджета. Остальное добавила Тульская область. Таковы условия программы «Безопасные и качественные дороги». Регион вошел в нее впервые. В этом году в порядок приведут 107 объектов в 9 муниципальных образованиях. В общей сложности по программе отремонтируют свыше 200 километров. Из федерального бюджета на эти цели выделено более 600 миллионов рублей. Тульская область в этом году имеет 8 своих асфальтовых заводов. И вот именно в таких экстремальных условиях погодных для дорожного строительства эти заводы нам сейчас в большой подспоре. Потому что мы имеем возможность оперативно управлять этими заводами. Где-то остановить асфальт, где-то выпускать другую марку, где-то переориентироваться. Губернатор поставил задачу, чтобы мы до октября месяца эффективно закончили все эти вещи. Естественно, мы губернатора не подведем и постараемся даже, может быть, несмотря на погодные условия и все вот эти трудности, о которых мы сейчас говорили, закончить это раньше. Качество асфальта будут проверять специалисты организации Толоавтодор и Толоупродор, а также эксперты Федерального дорожного агентства. Сейчас работы ведутся на 14 участках. Выполнено 30 процентов от запланированного. Из-за погоды дорожникам приходится корректировать график. Во время дождя асфальт не кладут. Но в сухую погоду работают в течение всего дня и даже ночью, в будни и выходные. Любовь Зикункова, Руслан Кравченко, Первый Тульский.